Добровольческое движение в Курской области начало интенсивно развиваться в 2000-х годах. С февраля 2015-го, после того, как активисты вернулись с Всероссийского форума добровольцев из Сочи, волонтерский корпус получил особый статус 70-летия Победы. После этого мы уже начали активно развиваться в городе. Вначале проводили презентации нашего волонтерского корпуса в учебных заведениях, где рассказывали студентам и школьникам о том, что у нас существует такое в городе. Потом провели обучение для тех волонтеров, которые зарегистрировались на сайте. Желающих помогать и принимать участие в акциях ко Дню Победы набралось около 2000. Все они вели свою деятельность в разных районах области. Основные мероприятия проходили в Курске. За три месяца волонтеры провели более 10 крупных акций. Стартовали мы 22 апреля с акции «Георгиевская ленточка», когда провели флешмоб на Театральной площади «Дорогами Победы». Многие акции проходили в рамках Дней Единых Действий, когда добровольцы по всей стране вместе с жителями городов писали письма Победы, слова благодарности ветеранам, сажали лес Победы, пели песни в трамвае Победы. В рядах Курского волонтерского корпуса были не только школьники-студенты, а самому старшему активисту почти 60 лет. Вплоть до Дня Победы период был очень насыщенным. 6 мая на Театральной площади проходил флешмоб «Песня Победы». Более 300 человек собрались вместе и пели песню «День Победы». Это тоже непредаваемые эмоции, когда все люди знают слова, самое интересное было, то есть все пели наизусть, это захватывающие, прям мурашки были по телу. 9 мая стал для волонтеров кульминационным. Ребята работали сразу на нескольких городских площадках. Одни шли с портретами родных, участников Героев войны в строю бессмертного полка. Сама акция проходила достаточно, наверное, неожиданно для многих. Было, что так много людей и действительно была гордость за свою страну, за свое отечество. У меня действительно были слезы на глазах, потому что ветераны встали. Был праздник, действительно чувствовалась большая, огромная победа, когда мы все вместе, плечом к плечу. Другие волонтеры на улице Ленина угощали горожан настоящей солдатской кашей. А в Первомайском парке в это время представляли тематическую выставку «Стина памяти». Экспозиция получилась длиной около 15 метров. Это архивные снимки героев и участников Великой Отечественной войны. Люди, которые смогли найти сведения в своих, может быть, семейных архивах, принесли свои фотографии о своих дедушках, прадедушках и рассказали, где участвовали их деды, какие подвиги, если были такие, они совершили. Небольшая курская делегация участвовала на праздничном параде в Москве. Анна Хребкова была одним из тех волонтеров. Девушка работала на трибунах со зрителями, а также помогала формировать подарки для ветеранов. Анна Хребкова участвовала в эстафете «Вечного огня» у Кремлевской стены и в марше бессмертного полка. Мы, как волонтеры, шли в его начале рядом с нашим президентом. Это было просто невероятное ощущение знать, что за тобой еще 500 тысяч человек где-то. Что ты идешь в начале, ты ведешь, ты выказываешь дань памяти погибшим. Я принесла с фотографии своей прабабушки, Корския Ханова Николаевна. Я думаю, для меня и для нее это как бы честь. Быть причастным к общей победе, сделать доброе дело – это долг каждого, считают волонтеры. Одной праздничной датой их деятельность не ограничивается. В ноябре-декабре будут проходить акции, направленные на то, чтобы люди вспомнили, в честь кого названы их улицы, в честь каких героев. Будем раздавать треугольнички, письма, в которых будет, собственно, рассказана история этих героев. Помимо акций, добровольцы занимаются благоустройством воинских захоронений, ведут поисковые работы, общаются с ветеранами. Волонтерство – это не только социальная работа, говорят сами ребята. Это состояние души.